Алло, алло, всем привет, всем добрый вечер, я заполняю пока еще наш сегодняшний репертуар, мы играем сегодня на Ракширлиге опять, снова у нас оппонент не европейцы, это команда TeamGosu, вот заполним карты, это команда из Америки и будут там разные сервера, мы договорились что у нас первая BO2 на Европе так запара какая-то произошла непонятная поэтому немножко тут я в огне все заполняю так, первая карта Ancient Cistern я сразу создам, пожалуй посетим пока, подождем, по идее Enigma должен где-то подойти через какое-то время но вообще не знаю, он выбрал карту, а нифига не подтвердил за полчаса до старта, поэтому не уверен, что он будет ну что имеем, то и имеем вот я тут показывал, какие у нас будут игроки играть соответственно у нас будут одни зеркалки сегодня в регулярных сетах сетах так вот заходит вот и и и так и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А то там какой-то приколох Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как говорится, небольшими запозданиями, но мы все-таки начали Так, вроде все работает Учетник Субтитры сделал DimaTorzok Так, так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко даже меня это удивляет Для меня, я думал, DimaTorzok Вполне может и подфотонить, но смотрите, вполне стандартный opening Субтитры сделал DimaTorzok Все Кажется стандартно, кроме вот этого пилона Решил DimaTorzok То ли напугать, то ли запропсить Stargate Для пропсить Stargate место вполне неплохое То есть его и защищать близко достаточно И сокращается расстояние до базы Оппонента тоже внушительно Но походу это просто обманка Судя по тому, что пробка не находится рядом с пилоном Нам Пошел заказ Сентри и Сталкера Третий пилон уже даже Заказано Здесь два сталкера То есть можно даже сказать, что Enigma немножко агрессивнее играет, чем его оппонент И играет в Stargate И не пускает пробку Интересно очень А, смотрите, Enigma все-таки пытается найти пилон И он не найдет, по-моему Да, он не найдет пилон А после пилона После сталкера и Сентри идет Nexus У Maple И сейчас полетит Phoenix Но это не Phoenix даже, а не настоящий Oracle Enigma может напугаться Все еще ищет тут Прокси И не найдет А Enigma сам строит настоящего в этот раз Oracle Интересный очень Опенинг И Enigma только сейчас будет заказывать Nexus Enigma не реагирует практически на провокацию Видишь, что это не настоящий Oracle Но проблема в том, что он спалил своего Oracle А тут Twilight на середине Неприятный situation О! Нашел последнюю точку Черную И найдет сейчас пилон Прикольно Вот он пилончик Наверное сейчас пойдет его ломать или на отступление Забавно, конечно Так, пытается его подконтролить Ну там батареечка есть Тут два сталкера тусуются Да, особо тут ничего не наделаешь дел Без потерь юнитов Можно сказать Так, подходят еще два сталкера Ну тут два сталкера этих стоят и не тронутся никуда Ну видят Enigma, что там блинг Дома у них бы тоже, блин, заказан Ну пойдет, наверное, пилон ломать Блин, опасно, там можно опять форссилд поймать Так, минус Центрик Ну тут уже сталкеров больше Ну тут уже сталкеров больше Контроль от Enigma пошел Ах, минус Oracle Жалко, жалко, конечно Два Oracle это Можно сказать даже другие юниты, чем один Блин, где секунд Так, в общем пилон в итоге допиливает пробку Вот эта вот злобная А здесь я смотрю прокси пилон Который можно спалить, попытаться Oracle, но, наверное, не получится Это слишком рандомная тема Мне кажется тут даже гейт пойдет мне кажется комминирует установку третьей базы треугольником рокси пилон от энигмы центрик домой отправляют а стендрик нужен был чисто чтобы запрыгнуть наверх я понял в общем подпрыгивает наверх мэйплс ходу он заберет только один смотрите хитрая такая многокодовочка 2 адепта на натурал так тут опа заморожена батарея пробочка вот смотрите тут сталкера в лоб пушат не пока нет блинка но скоро будет и будет печально и мы ползу после того как блин доделается у энигмы то что у него стокеров меньше но лимит в целом большую мэйпл за этого самого мне кажется и не мы сейчас возьмет так и пойдет пушить меня такое впечатление не сейчас уже больше юнитов у мэйплс надо вступать самому энигме и тут мешают опять адепты вытекание энигмы прямо на поле боя так адепты тут мешает конечно конкретно а где уроков кстати говоря не урок был потерян походу так и сейчас тут мэйплс будет работать под батарейкой и под щитом отбился энигма лимиты примерно одинаковые но намного более пробитые юниты у красного процесса тут нету заказано уже установить stalker одинаково кстати прикол но рабов рабов больше у желтого процесса так и него пошел искать прокси пилон и он имеется шансы найти его еще и заберет адептов так надо искать дальше дальше ищет ищет находит прокси пилон с гейтом тут контроль карты от мэйплса приличный такой но тут какой-то блин бестолковый размен баз для бестолковый для мэйплса намечается нет он все таки передумывает сделать такое отступают подошел к базе прям и отступает а тут камбэчную решил включить enigma через дарка но тут уже есть observer призма летит вперед в темную часть мэйна мэйплса занял позицию enigma такую выжидательную хотя они имеют все шансы на рубить дел обсерверы а нет есть поблизости обсервер принципе так обезопасил свой main enigma минус 1 обсервер остался только вот этот если его мэйплс повезет сейчас в атаку будет вообще фейл фейлов 3 дарка идут 2 на мэйна один натурал ну тут фотонка на натурале достраивается на майне нет фотонки так попытка вырубить роба по фасту но там обсервер по вам успеет выйти дар кстати на 4 нарубает нормально так обсервер 2 вышел всего 2 обсервера есть на карте у мэйплса и пошел прикол домой этих дарков но лимит все равно в пользу желтого протаса и все равно больше рабов у желтого протаса но не так сильно как раньше базовую enigma строится в итоге 29 стокеров и 1 иммортал у мэйплса а у enigma 27 стокеров и 2 архонта и где-то призма есть она походу новая да да потеряна была вот эта призма так и нигма что-то ломится вперед очень опасно просто вперед прыгает минус иммортал и типа чего это не понял причем произнимали забавно нету у обоих никаких апгрейдов прям конечно неприятно было разложено потеряно сразу было так 27 на 27 но тут батарейки как бы нефотконка ой минус архонт бесплатно можно сказать а нет апгрейды есть у мэйплса причем это значит печаль потому что как бы одинаковое количество венитов а апгрейдов лучше ну тут для камбэчной необходимо включать стратегии под названием фокус обсерверов но мэйплс видите предусмотрительно поставил фотонки так что в полной мере это стратегия не прокатит так и мэйплс идет вперед смотрите у него эти плюс два изучаются так занимает позицию хорошую мэплс надо контролить енигме пошел контроль армии лимит больше у энигмы почему-то так садо делать батарейки будет попроще отбиваться так идет четвертая база у мэйплс за походу какая-то жесткая совсем пвп так опять тут дарки залетают на мэне так до сих пор мэйплс почему-то не построил фотонку это прям большой дизлайк и один раз как бы бамбут или ты как бы будь добр сделать детекшн так пытается сныкаться удар но это получается это удивительно а тут на всех фронтах потому что дарки развлекаются тут абсолютно мимо дарка пролетает добавно не возвращает все таки так они бы на свою новую базу ставить не спешит он заказал дизрапторов у него из рапторная работает в количестве двух штук пошли тоже все таки у него апгрейды конечно будет отставать жестко но лучше начать их делать поздно чем никогда как говорится еще тут рабов немножко нарубил дарком не уверен конечно это было супер cost efficient но хочу обратить ваше внимание что саплай look at the supply как говорят с дизами будет очень приятно мне кажется и нигме пушить своего оппонента он заставил туда заказывать фотонок ой-ой-ой тут происходит а нет все таки из-за этого из-за этой пробки мэйплс напугался и он отступает защиту это даже в плюс и нигме потому что для него ну самый такой стандартный способ проиграть тут это попасть на какой-то ненужный для него размен а дизы сейчас как бы могут решить вопросы вполне хорошо потому что как вы знаете для блинк сталкеров очень сильно важен позиция позиция плей пошел тут замес ну и тут потерял позицию получается мэйплс минус батарейка минус фотонка минус пилон пошел залп и за еще залпик ой-ой-ой аксервир потерян ух ты уже денежные взрывы то пошли так пошли уже блинки вперед мэйплс просто разбамбливается но он будет пушать дальше будет пытаться догнать тут дизов плюс один диз минус второй энигме надо отбиваться чуть ли не он сам себя не взорвал частая ошибка такая когда из дотекания дизы и начинает бахать Ну, потерял зато Нексус Товарищ И только сейчас он начал строить своих собственных дизов Они где-то там Вот они бустятся Дарк пошел куда-то там гулять И плохая новость Что у Мэплза доделалось плюс 3 У Энигмы плюс 2 только на подходе То есть опять получается Что есть некое преимущество По апгрейдам Так, Энигма опять в ту же самую позицию пушит А Дарк отвлекает Мэплза Так А нет, все-таки размен бас получается Все-таки размен бас Мэплз берет себя В руки и считает, что надо Тут размениваться, это очень грамотное решение Ему самое главное не потерять Об сервера на какой-нибудь фотонке Ооо, какой бах Хороший какой бах Ну и тут теперь задача Энигмы аналогичная То есть надо такой же бах Себе не поймать И можно Доводить игру до победы А, он даже делает рекол Отличное решение Потому что он с плюса Тут Ну, позиция в плюсе у него У него 4 базы У оппонента 2 И как бы верно И сейчас еще эта часть Сапкир поймает вот эту Давайте посмотрим Получится ли это сделать Ну, частично Только получается Так, ну и тут Long Distance Mining Только остается Мэплзу исполнять Пошли тут Дополнительные Пилоны Чтобы заново работали Эти Гейты Так, пошел замес Ой, бах Бахи мимо Просто мимо У Мэплза Еще один бах Еще тоже Мимо и тоже, кстати говоря Такая же ошибка Из-за текания Дезераптор Куда-то шмаляет Не пойми куда Так, опять тут Драка Уже лимит Плюс 40 у Unigme Ну, я такое Чувствую Unigme тут доведет Игру до победы На это такое впечатление Фокус дизов Раз, два Как бы И добрый месяц Как бы До свидания Бахи очень приличные Опять дизы бахают Бах Еще бах Бах, бах, бах Как бы Одинной Сейчас становится Не вижу Я тут аутов Для Товарища Мэплза Тут, конечно Он отбивается От этой Типа Пуша Да Но Чисто за счет Плюс 3 Не понятно За счет чего Не знаю Если честно Чего он Дальше Остается в этой игре У него 29 рабов На 60 Он же знает Что там база Ааа Он не знает Что тут база Все, я понял Так, да Я все понял Так, дарки Куда-то пошли вперед Ну тут сейчас Их поймают И что база Заказывает И не было В итоге Посмотрите Production Какой Какая-то попытка Что-то нахарасить От Мэплза Ну Технологии Дизов Не были потеряны У Мэплза Жи-жи просто Пишет Нормально Нормально Так Неохуманити Что-то Вот эти Лаги Меня как-то Напрягают Мэпплза Мэплза О mounting Я Ab característ Вот что Технологии Технологии Так, тут какие-то вопросы. 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 Так, что-то не работает. Так, вот US. Идем, давайте US. Yes. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, сейчас посмотрю там. Ну, вообще по правилам US West. Так. Так, где эта штука? Нам типа US. Нам типа US получше. Так. 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 Продолжение следует... Так, ладно, вроде тут налаживается постепенно все, уже сороковые четвертая десятка минут, стримы заканчиваются, мы только один сет сыграли, посмотрим, может что-нибудь кто-то написал где-то. Чувака, баг, прогружаются все ачивки почему-то. Продолжение следует... Так, Maple зашел наконец-то... Продолжение следует... Так, все, поехали. Продолжение следует... Так, загрузилась карта, у нас опять Enigma сверху исполнится фиолетового цвета. Снизу справа у нас желтый Maple. Я все-таки жду от него каких-то чизовых стратегий, но почему-то их нет. Мне это как-то напрягает. Как бы, конечно, как говорил, классик российского спорта. Ваши ожидания, ваши проблемы, но все-таки странненько. Ну ладно, ему же хуже. Смотрите, давайте посмотрим. Поехали. Сейчас посмотрим всё. dow Продолжение следует... 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 ухты третью базу хочет поставить супер наглость слишком хитрая пробка блин кстати одинаково будет доделан а шеймлис пожалел пробку блин ураг вот сейчас тут вообще охраняют от наглости блин одинаково это делается блин пробку поставила хитрый пилон этот хитрый пилон очень опасный так ну шеймлиса конечно побольше лимита но в основном это из-за уроку я так понимаю опа а вот и комбичная замороженный сталкера но это фокус от шеймлиса очень печальный но это должно хватить все равно потому что половина сталкеров рокера не работают но и на чем занимается шеймлис у него тут фокус фар очень печальный отмораживается были основные stalker и становится печально вообще портал где-то непонятно чем занимается это печальное исполнение органы торчат непонятно что делает были я вообще не понял как тут не получилось контроль шеймлису особенно приучать что здесь орклы вообще ни хера не делали но и туда не могут ничего делать по тонкой блин еще и рекол делает рокер короче что-то тут печально происходит ходу пинг ой шеймлису теряет даже двух дам что они тут пытались сделать хотя бы не дар шайн увидели но получается они от 1 есть добавляясь production плюс уже 15 лимит и смотри сколько стокеров 21 штука шеймлис 15 батарейка не очень хорошо стоит ну сейчас будет симметричная ситуация еще и ставить ту базу рокер занимает хорошую позицию зеленый протос пошел фокус красный плохой парабам батарейка кстати кончилась у синего процесса было бы тут дотекание у зеленого процесса должно могу закончить игру на самом деле дотекания нет он у него есть зато 4 база заказанная а здесь смотрите что происходит прокси как бы работает и дарки еще пошли заходят адепты на натурал и дарки идут пешочком обсерверы обсерверы только в атаке в защите нет ни одного сервера и фокусе дарки мэйн ой натурал а батарейка ой а там была призма отправить туда дарка и обсервера так обсервер подошел где-то неудачники дарки для честных и плата идет вперед шеймлис теперь кстати апгрейды получше у зеленого протоса 3 заказом шеймлиса плюс 2 не будет в этой игре утра батарейка и 1 потонка надо батарейку фокус ну сразу ну вот опять как дерется тут шеймлис но по моему тут вообще вариантов очень мало особенно приучете плюс 2 особенно приучать что это все-таки защита сейчас еще потонки вот туда строится два сталкера вообще непонятно что фокусе но я понимаю как тут шеймлис как-то как будто бы продукт пробивает но сейчас уже непонятно сейчас уже не пробивает и кстати батарейку потонка убила потонку убила обсервера по моему и мир кстати больше немножко у шеймлиса я не понимаю как он походу пробивает я ни хера не понял потонка минус вот еще сталкеры подбаркливаются от рокера контроль сейчас должен все решать тупо на сталкерах затекание зилтов бы сейчас не помешало так парочку зилтов есть ну тут надо рокер надо обратить внимание что у него есть же дарки у него такой такая технология как даркип что-то он а вот все шеймлис подвел своего обсервера так надо подниматься типа а тут ни хера нету тут вообще капец минус 1 пилон а тут еще был до варпы не получилось до варпы так ну дарки там где-то варпаются я не знаю где они в контратаку побежали были от плохая плохая новость есть один обсервер два обсервера торги вырубают пробок кстати плюс 3 доделалось понимают что рокер не хочет отбивать свой мэйн он ничего не делать-то дарки вы заходят наш натурал весь вырубили а на третью рубят контроль с успешенность вот решил поконтролить немножко так пошел все-таки драться тут рокер но что-то как-то у размеримо тут атака идет пробки дерутся как бы да но с рокеров рокера не идут в атаку сейчас стало получше сделать и медленный конечно печальная так тут дарки пытаются убить третью базу кстати хороший шанс это сделать пришлось кибернетку заново ставить отступает шеймлис забавно я конечно ну а не слушать совершенно защитил свою третью базу ох ёпс туда еще и поп сервера забрали шеймлиса что что то ну я не понимаю что так решил забрать все таки этот нефть да ну давайте а он даже не в курсе что не со слева они не курс да я вообще ничего не понимаю ой смотрите что призму заберет рокер ну вот этот вот коз как говорится но как бы все равно это но ты бэд так пошел от этот контроль там есть батарейка сзади вырубаются пилоны просто порой работают эти и ты плюс 3 урокера если ему дать копиться это все еще проигрываем игра как даже спада он со спокера у шеймлиса плюс один и он что-то подзависает не понимаю немножко так давайте сравним теперь уже у шеймлиса чуть-чуть больше стокеров чему рокера куда-то полетела к серверу что-то чек и где-то и вот этот нефть очень опасно выглядит то есть его очень легко зафокусить идется теория dark пытаться забрать в базу которая не построилась и как раз в этот момент уходит отсюда от серого единственная карте но это очень хорошо кстати говоря то что не успел уехать ну и сейчас пойдут третью базу пытаться вырубить и это хорошая очень попытка будет река минус так как сервер возвращается так вот тут погоня за сталкерами рокера и это все еще рабочая локация шеймлис можно сказать угадывать с траекторией до сих пор нету чарджа у бедного зеленого процесса у меня такое впечатление что отсутствие чарджа чуть ли вот не стоило игры рокеру зилты пошли что-то контролит там так пошел замес всем слава богу заказал плюс 2 в какой-то момент как-то слишком уж аккуратненько этот шеймлис да чуть же пишет все-таки рокер слава богу я и сейчас не понял как тут выиграл шеймлис как он пропушил это было очень неочевидная победа я уже думал что все так слезу карта royal blood так ждем пока зайдутся все так слава богу Поехали Так, в общем, удивительная игра продолжается О, удивительный колонвар даже Так, в этот раз шеймли снизу респавниться Счет 2-1 в нашу пользу Вот он, шеймли с Его оппонент зеленый протас Рокер Сверху-справу респавниться Так, у земля там камеры поводят Так, как мы видим, у него есть И вот он, шеймли снизу И вот он, шеймли снизу И вот он, шеймли снизу Сверху-справу респавниться Опа, вот это дело Короче, тут Пугают, что По тонке, но по тонке нет Ну, Жемли, смотрите Прямо как по методичке все сделал Поконтролил, поконтролил Единственное, что он сделал по методичке Это не оставил пробку Харасить Ой-ой-ой Было прикольно, чтобы захватить эту пробку В общем, сейчас, наверное, будет строить Прокси в Шемлиц Нет, не будет, он просто идет Скаучить Ну, как бы стандарт с небольшой оттяжкой Ну, кстати, даже вот такая стенка прикольная Потому что у тебя больше времени среагировать на залет адептов У тебя вот тут можно ставить стенку Есть в этом некий Моумент Знаете, смотрит рокер на прокси Всякие самые опасные места Так что, если бы там поставил прокси в Шемлиц Было бы ему печально Так, ну, сейчас ему пробку заберут Да, забрали пробку Адепты Тут два сталкера Ну, и надо ставить некс Вот прям срочно, на самом деле Нет, пробка едет вперед Тоже решил умереть Барбгейд не заказывает рокер Ай-яй-яй Вот это странная стратегия какая Так, сталкера Встречают адептов Ставят дверку сразу в Шемлиц Так, ну, сейчас надо ловить этих адептов Они вот здесь вот торчат Хотя бы одного надо забрать По-любому Ну, у кого больше не получилось бы Так Пока вторая А пробка Этого чубрика где? Ага, вот оно где В общем, товарищ исполнитель И до сих пор нету А, только сейчас пошел в орбит Масс-центре Что это такое? Кто мне объяснит, что это такое? Пошли масс-масс Батарейки Надо прям фокусить батарейку на самом деле Ну, кстати, без батарейки Ой, ну, в смысле Под батарейкой даже Сталкера могут убить Сентрика Потому что уже просто энергия кончится Минус Сентрик раз Так, ну, больше не идет С сталкерами Шемлиц Так, появляется уже собственность Сталкера О, рокера Вот какая странная игра Минус еще один Сентрик Тут уже очень много Сталкеров у Шемлица Не знаю, как тут отбиваться будет Товарищ Рокер Сейчас будет Чуть-чуть Я не успел А то бы кинул бы оверчарль Может быть, он бы выдержал бы Но тут, смотрите Вот это дело какое Ай-яй-яй Смотрите, какой секретный тут Секретная пробка Пробежала мимо Ну, заставляют Заказывать Ну, здесь парни-то варпа И оп-студей Но тут гейт Ай Ай-яй-яй Что происходит Смотрите, что происходит Какой ужас Так, ну тут постепенно От, как бы Отхапливается Как сказать, я не знаю Рокер Добавляет Три гита еще Отступает Шемлис Ну, смотрите Это просто дичь Шемлис ищет прокси А и прокси у него на мэне И пошли два адепта Это очень плохая идея Потому что они точно Дадут понять Шемлису, что здесь У него прокся Ну, кстати, рекола нету Нет, рекола уже теперь есть А, он делает еще адепт Вот это все верно Сталкеры возвращаются Ну, походу, тут будет Алл-ин такой Походу, он все-таки будет Ну, вот это Да, сейчас будет Закрывать тут На натурале будет Закрывать своего А, выходит Сталкера Сентрики Ай-яй-яй И фокус Этот пилон Там два Два гита На этом пилоне И сейчас На натурал будут Идти тоже Сентрики А там, походу Кончилось Да, нету О-о-о Ну, тут надо рекол делать Уже Шемлис Добрый вечер О-о-о Какой ужас Ну, прошел тут Шемлис хотя бы В эту сторону Пошли пробки в атаку Ну, с пробками Наверное, уж как-то Шемлис отобьется Наверное Но это ужас просто Найтмейр какой-то Для Протаса 15 пробок минус Все равно лимит больше У Шемлиса Тут отбился Кое-как 32 пробки у Рокера 23 у Шемлиса Да Чуть-чуть больше Внимания Было бы намного Все это лучше Даже Гейт решил Пощадить Эту Шемлис И адепты, кстати Пошли вперед На добивочку Так сказать Вот этот Пилон не достанет А, не достанет Так, в общем Тут, смотрите Еще хитрые адепты Идут вперед Но они не ожидают Что к ним идет Шемлис Оп-оп-оп Шемлис Шемлис Не контролит Адепты проходят мимо Хотя они должны были Столкнуться Прям в лоб Эх, и заходят Адепты Прям в Минералайн Натурала Но зато Шемлис Идет вперед Он Пушит Ух ты Тут блинки Еще есть Оказывается Я не знал Что у него Блинки Фокусится Столкера Столкера Минус Тут отбился По-моему Так Фокусится Сентрики Так Походим Тут еще раз Будет отменять Мексус Рокер Нет Не будет отменять Рексус Рокер Так С пробками Идет сражаться Рокер Адепты Возвращаются Вот они Я думаю Куда они делись Контроль От Шемлиса Имеется Приезжает Призма Так Ну и тут Типа Шемлис На мужика Убивает Столкера Лиджи Пишет Рокер Так Следующая карта У нас Драгон Скейлз Так Ждем Миямайку Драгон 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 Так, оба готовы, поехали. Так, загрузилась у нас карта. Счет 3-1 в нашу пользу, это круто, но меня пугает немножко товарищ красный зеркал Ямайка, достаточно опытный игрок. Мой оппонент Фэлл. Снизу справа тоже очень опытный игрок. Ну посмотрим, как в условиях пинга Фэл играет. Офэл тоже заценил, как запугали Шемлиса стратегией той жесткой. Кстати, я хотел обратить ваше внимание, это вот была та пробка, которая именно делала, чекал вокруг Пробс. Настолько жестко как бы. Пока тут все симметрично. Хочется конечно сказать, что в Европе всегда более мощные ЗВЗ шары были исторически. Ну что-то я не знаю. Бывает ли этой наследственной, более мощной крутости для того, чтобы забороть Миямайку. Давайте я его открою. Миямайке 29 лет. У него суммарно примерно 43 тысячи долларов выиграно. Так. Миямайка забегает в рабов Фэлу и забирает одну собаку, по-моему, да? Да. И у Фэла пошел этот Рочварен. По-моему, это очень ранний Рочварен. Потому что от Миямайки идет третья база. А, у него тут даже об сервер есть. Называемый оверлерд. Так, собачка есть. Нефиг лезть. И у Миямайки до заказа там 14 собачат. Спасает тут оверлерд. Да. Он даже его спасет, получается. Так, мув появился у обоих игроков одновременно. Я так понимаю, тут идея Фэленджера в том, чтобы задержать немного своего оппонента. Отпушить в свою сторону. А, тут тоже третья база все-таки идет. Я-то думал, тут третья база не будет. Ну, нет, тут третья база заказана. И даже... Ну, тут Рочи вышли уже от Фэленджера. Не отменяет хату. Очень печально. Ну, это очень печально. Потому что, видите, как раз минералов не хватает. Надо заказ дать дальнейший. Тут какой-то оверлорд самоубийца. Его надо забирать по-любому. Мне кажется, там может намечаться даже красный блок. Если потеряется этот оверлорд. Да, теряется оверлорд и красный лимит. Собаки сражаются с собаками. Сзади подбивают Рочи тут. Минус Красквина. Ой, обнимаются Рочи. Но они успевают немножко группироваться. Размен будет не такой печальный, как мог бы быть. Но все равно печальный. Фэленджером меньше лимита. Подбегают собаки. О, начинается контроль. Саворачиваются в... В оверл... Как это зовут-то? Ё-моё. Короче, странные Рочи. Сознаем их так. Вот они. Реведжеры. Так, ну тут слишком много стран... Обычных Рочей у Миямайки. Но надо отступать к Фоленджеру, походу. Ну, конечно, то, что база не отменилась, это весьма печально. Пошел там до заказа уже собака отсюда. Видите, вылетают собаки. Так, и смотрите, Фойл пытается забежать тут что-то подгрызть. Но тут есть чем отбиваться Миямайки. Так, Парабан, кстати, на одного в плюсе Фоленджер. Так, Рочи подходят помогать своим собакам, приходится отступать Фоленджеру. Опять Эвердорда летят, а они все-таки уже обратно летят. Так, добавляются еще... А, нет, это все-таки Реведжеры Миямайки. Я думаю, там еще Фоленджер добавляет Реведжеров. Плюс 20 лимита, ну плюс 15. Два газа плюс. Здесь пока что все с одного газа исполняется. Фоленджер заказывает еще и Эволюшн. Ой-ой-ой, это такой комплект Реведжеров, чтобы пушить и забирать оверлордов. Сейчас, видимо, с собаками будет атаковать тут Миямайка. Да, у него собака очень приличная. Реведжеры сейчас поймают и грызут намертво. Тут, по-моему, нечем отбиваться уже Фоленджер. У него 6 раучей заказа откуда-то придут. Непонятно откуда причем. Да, похода тут конечная. Потому что все, 15 лимита там на армии было. Так, ну, следующая карта у нас тогда наклевывается. Вабилон. Вот, это я называю зеркалочка. Быстренько. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Так, счет становится 3-2. Вот он. Фоленджер теперь сверху испавнится синего цвета. Его оппонент красный Миямайк. Зеркалочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Пораньше газ, попозже пул, пораньше хата, а здесь наоборот. Пораньше пул, попозже хата. Но на то пул уже стоит. Не знаю, что это такое. Это, видимо, какой-то хитрый билдетский. Продолжение следует... Но собаки раньше заказаны у Фэлла. Это интересненько. Ну и такие, честно, скаутные парочку собачек. И очень ранний лэйер. Причем без мува, я так понимаю, да? И пошла стеночка, типа... Ну а, тут, кстати, тоже лэйер. О, прикол. Причем лэйер не сильно позже. Блин, просто... Можно сказать, одно и то же просто... Просто небольшая перестановка влево-вправо. И то, что у Фэлла тут изучается апгрейд на атаку уже, а у Миямайки он не заказан. Тупо такая быстрая рачовня. Быстрый мув. А тут еще и... Панцирь изучает Миямайка. В чем фишка-то? Типа это на быструю отмену третьей базы настроено, типа так? Ну, Миямайка, по-моему, сделала... А, нет, Миямайк отменил апгрейд на скорость собакам. Блин, ну врачи 1-0, конечно, будут хуже, чем врачи 1-1. Жалко. Чего? Миямайка заказала новый Рочуварин. Он, типа, его планирует сломать, чтобы пройти. Мне кажется, Эволюшн все-таки дешевле будет. Врачи пошли вперед. А, я понял, типа Фэллинджер будет пробивать дверь. А у Миямайки уже запасной есть. А, ну он даже, видите, да, сам вскрывает его. Так что Миямайка полностью готов к этой ситуации. К сожалению, у Фэллинджера. Так еще и у него и 1-1 сейчас будет. Ну, успевает до того, как оба апгрейда делаются в Фэллинджер ворваться. И он чуть-чуть немножко получше разменивается. Приходится выводить рабов у Миямайки. Ну вот, дошли, доделались апгрейды. Ну, все равно хорошо разменивается Фэллинджер. Подходит до теканья. Два рача всего. Так, еще два рача. Сражается дронами Миямайка. Блин, ну 1-1 очень, конечно, тут роляет. Давайте парабам. Всего лишь один плюс у Фэллинджера. И еще, кстати говоря, не потерял Квинну тут. Плюс два заказал тоже Миямайка. 22 рача на 15 рачей и 3 реведжера. А, Фэл, куда ты идешь? Слушайте, его сейчас прямо пропушат до его базы. Остается, типа, тянуть время до 2.0, типа. Либо как-то к суперконкеевым принимать. Ух ты, вот это врыв от Фэллинджера. Ну, тут врывом никак не сделаешь. Но, смотрите, тает количество рачей у Фэллинджера. Все-таки 1-1 рачей, это не 1-0. Но отступает все равно Миямайка. И... Нет, я думаю, не доплюнет. Все-таки доплюнул, но надо отступать. Фэллинджер, куда ты идешь, Фэллинджер? Нет. Ой, я ничего не понимаю. А, тут хата. Но дроны не смог забрать, правда, Фэллинджер. Печальненько немножко. У самого Фэллинджера уже стоит 3-я база. Плюс 2 доделалось. Эх, конечно, жалко, нету второго. Ой, нету апгрейда на панцирь. Так, давайте опять количество будем смотреть. 3-4 рача на 30. Плюс 2 на 2-0. Ну, только сейчас скор доходит. Плюс 2 у Миямайки. Ну, не знаю, зачем тут Фэллинджер дерется на самом деле. Так, доделались апгрейды. Но сейчас в плюсе по апгрейдам Миямайка. 2-1 на 2-0. По конке его тоже у него получше была ситуация. Ну, и смотрите, Фэллинджер начинает терять в лимите. А это как в Фениксах vs Фениксах в ПВП. То есть, если проиграл одну большую драку, то тебе конец. Сейчас вот это количество рачей просто вломится на натурал к Фольнджеру и его там сожжут. И здесь еще и отбивают это забегание. То есть, вот вам лимиты 25 рачей на 15. Это как бы undoable. Конечно, часть рачей там на базе у оппонента находятся. Но потеряны рабы. Еще идут вперед рачи тут. Сейчас две пачки рачей соединятся. Будет неприятно Фольнджеру. Но Миямайк что-то тормозит. Я не знаю, он бы соединился давно армией и просто бы кулаком напал, как говорится. Как и кулак. Вот он накопился. Походу, придется играть весь матч. Так, к сожалению, что-то становится 3-3. Вот он накопился. И вот такая, вот он накопился. Ты, надо понять, кто там будет. 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 Так, вроде все готовы, поехали Шемлист против Миямайки У нас Ace Карта Гаррис Ван Карта Гаррис Ван Так, счет 3 и у нас наконец-то не зеркалка Вот он Миямайка, сверху слева исполнится И Шемлист снизу справа Говорят Говорят, чувачок чизит Как вы видите, сегодня получилось прям полное КВ Все 7 сетов А там пул очень ранний То есть Пул 15, потом хата Пул, хата, газ Вот такая вот тема Главное понять, что это не стандартный Стандартный пул и уже стройки нитов Ну, у нас Особенно в СНГ достаточно много Агрессивных игроков В том числе, естественно, из Азергов Так что я думаю, сильно проблем не будет Посмотрим, что тут будет Шемлист исполнять Пока что он видит Видим мы с вами двух собачек И больше пока что ничего не видно Если честно, вот прям вот так вот Щелкать сказать, что это за стратегия Я вообще не могу Единственное, что видите Шемлист принимает решение Сыграть быстрее второй гей То есть до технологии Ну, оно и понятно Но тут смотрите, что непонятно Тут добывается газ После того, как заказан мув Все зависло Нет, кто-то завис Завис и кастер Так, ну давайте попользуемся паузой И посмотрим, что Может кто-то действительно написал Что-то где-то куда-то О, Лол, Шемлист тоже подумал Что это же фены на фены Я так как бы и сказал Добавное Там уже небось была такая тема Что я начал говорить Это потом прошла пауза И в момент паузы ты это написал Скорее всего И я это написал Хей-хи Да, всем привет Тут присоединился Попали вы прямо на развязку Так, кастер Тим гос уливает Вот, утрите база Короче, это такой, видимо, макроопенер Чисто, чтобы напугать Интересно Ну, такой, типа, авторский билд Если это такой Такой, типа Опенер Против, просто которого он не знает И, типа, это его стандарт На мой взгляд, это очень печальный стандарт Очень печальный выбор Что, неужели оверлорд Не выживет Да, четко все У нее майки все просчитано А то было бы ему печально Видите, у него 43-44 А, ну и так Соблайблок Хе-хе Он только на середине оверлорд Так, адепты пошли помогать Ставить третью базу От зерга здесь Лейр И спорочки Ну, что я могу сказать Самое важное сейчас для Шеймиса Будет это залететь Вот где-то вот по такой траектории Чтобы увидеть, что там лейр Это будет важно Действительно А, там забрать Парочку рабов Вообще практически не важно Люркер Д Ой, гидролит Д Смотрите, что происходит Я не знаю Обратил внимание на это Шеймис или нет Так, и собаки подбегают Сейчас будут мешать Поставить нормально Третью базу Теряются уже два адепта И оракла одного не хватает Чтобы это отбить нормально И пошел мув сразу на гидролитсков Это какой-то Супер алтскул билд Называется Тупо раш гидру Тупо раш гидру Вы будете смеяться Но Отбивается данная стратегия Чисто маски Оу, хеллоу Спасибо за рейт Но я буду кастинг В России Так что мы видим гидролитсков Оу, хеллоу 80 львит Оу, хеллоу Оу, хеллоу Ораклы почти померли Но почти это не померли Есть одна Не, два сентрика Четыре оракла Надо еще делать Стазисы Ну слушайте Кстати говоря Перед КВ прям Шеймис сказал У меня сегодня были тренировки С Никичем В German Taxi Собственно Это недалеко От этого German Taxi Ушло Пошли фатоночки Вот этого Только мне не нравится Не, чтобы Я пойду Вот сюда Аааа Ну и четвертую базу Сейчас спалит Шеймис 61 раб У Зерга На Уже 63 на 60 Ну в принципе И нормально Пошел Твайлайт Пошло Роба Плюс один Бустится Ну и как бы Момент Как бы Немножко потерян Для Зерга О Теряется Немножко Собачек Это приятно Но Атаковать Такую Конечно Серга Очень страшно Но на самом деле Нужно Потому что Будет происходить Вот такая Вот тема Кстати Вот это Надо забирать Мне кажется Так Урага Летают Сейчас Увидишь Тут база Да Смотрите Шеймис Встал в позицию Чтобы забрать Этих собак Но вот тут Дырочка Они пробегут Если честно Посмотрим Как с контролем Тут Шеймис Порт ЛД Нет Ну ладно Какой-то Пачка Тут гидролистов Забегает Это какая-то Шляпа Непонятная Нет Они все-таки Домой идут Они типа Искали Видимо там Халявных Ораклов У них Не получилось Их найти Пошел Еще Психушка Фига себе Я думаю Он будет через Колоссов играть Шеймис Но нет Он не играет Через Колоссов Ой Ну да Он играет Через Шторм Ну тут Смотрите Поднабрался Лимита Миямайка Идет вперед Вот по этой позиции Она пока что Не сильно Так Защищена И отправляет Шеймис Вперед Адептов Ну смотрите Лимит 170 лимита Против 129 Все блин Там в В теке Ничего нету Тут армия Охрененная У Миямайки Огромная Зажимается Тут Шеймис Фатонка Нарезает Надо вот сюда Куда-то кинуть Аверчардж Ну дерется Охрененно Аверчардж Кстати очень четко Брошен Адепты там Что-то исполняют Ну выглядит Очень Это опасно Для Шеймлиса Но он дерется По-моему Максимально Хорошо Как он только Может драться Очень хорошо Себя проявляет Статика Блинк Доделался Но Шеймлис Пока не знает Что он доделался Тут под ударом Иммортал Это очень плохо Пошли арконы Сейчас будет Минус При Важный Да Вот этот Пилон Минус 2 гейта Сразу Команды Что-то делают Минус 23 раба Тут рабы добиваются И тут в лоб Уже не отбиваются 150 лимит И это Джиджи Шеймлиса Перемакрили Так На сегодня у нас все Всем спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Пожалуйста Подписывайтесь Подписывайтесь Если вы интересны В русских Стримах Все Всем спасибо за просмотр Следующий КВ у нас Наконец-то Будет Против Еврокоманды На Евросервере Вот так Вот счет Всем спасибо За просмотр Не болейте Не смотрим Телевизор И Пока Субтитры Субтитры